Визит Елены Мурзиной продолжился знакомством с другими объектами малого и среднего бизнеса. Кроме того, министр экономического развития Челябинской области смогла увидеть процесс подготовки к открытию Центра семейной медицины. Что написала Елена Мурзина в книге отзывов будущего медучреждения, расскажем далее. Центр семейной медицины свою деятельность планирует начать в конце лета. Главный врач Илья Гончаров рассказывает делегации, как будет работать новый объект. Диагностику и лечение в одно время смогут получать около ста пациентов. Мы ставим себе цель в первую очередь диагностировать, выявлять и дальше распределять по потокам. Либо мы здесь сможем справиться, либо отправляем в федеральные и областные учебные учреждения. Исследование многих болезней на ранней стадии. Диагностика, пластическая хирургия и восстановительная медицина для спортсменов – это лишь часть услуг. Всего в центре будут представлены 27 врачебных специальностей. На обустройство помещений и современное медицинское оборудование было выделено более 250 миллионов рублей. Из них 50 миллионов – областные субсидии. Министр экономического развития первая оставила отзыв в книге будущего медицинского центра. Елена Мурзина особо отметила работу «Златоуста» в русле региональной стратегии 2020. У «Златоуста» есть несколько точек роста в рамках этой стратегии. Причем малому бизнесу в «Златоусте» уделяется особое внимание, мы это видим уже на протяжении ряда лет, по тем новым формам поддержки малого бизнеса, которые действуют в муниципалитете. Муниципалитет действительно изыскивает при сложности в бюджетах достаточные средства для поддержки малого бизнеса, делает это точечно. Уже в администрации округа министр встретилась с бизнес-активом «Златоуста». Среди главных тем – новая программа поддержки предпринимателей на ближайшие два года. По итогам 2013-го «Златоуст» занял первое место в области по развитию малого и среднего бизнеса. И этот опыт нужно укреплять, считает глава округа Вячеслав Жилин. Одно из перспективных направлений сферы туризма. Мы говорим о том, что есть необходимость создания именно центра межмуниципального туризма. Первые шаги в этом направлении сделаны. Учреждение, есть исполняющие обязанности, кандидатура на должность директора. Необходимо провести паспортизацию туристических объектов и бизнес-центров, предпринимательских услуг, которые мы можем предоставить для туризма. Что мы видим? Первое, безусловно, это развитие детского туризма. Такая программа «Туристят» у нас очень активно в этом направлении работает управление образованием. Мы рассчитываем на то, что детский туризм будет интересен в дальнейшем и для трех субъектов. Это Челябинск, Башкортостан, мы переговоры уже об этом вели, в том числе и Екатеринбург по итогам нашей поездки. У нас есть желание и есть поддержка со стороны правительства области все-таки получить объект МОГ-резерв, который дальше был, это Штольня в горе Касатуры, сделать реконструкцию в стиле хозяйки Медной горы, что-то подобное. То есть есть что показать, есть что сделать. А в дальнейшем мы думаем, что если у нас будет, а я уверен, что при поддержке Министерства экономики, правительства, мы будем работать с главными, будут созданы информационные центры. И вообще-то по-хорошему, как мне кажется, туристическими потоками нужно очень грамотно управлять. В тот же день Елена Мурзина познакомилась с работой многофункционального центра и муниципальным проектом по микрозаймам для предпринимателей. Вместе с главой округа Вячеславом Жилиным был намечен дальнейший путь реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в Златоусовском округе.